итак добрый вечер дорогие друзья и сегодня у нас срочный выпуск как вы видите срочно возможное оповещение чрезвычайных ситуаций значит сегодня январь 19 вечер почти 9 часов по времени соединенных штатов частности нью-йоркскому времени 21 год меня вынудили вынудили обстоятельства выйти в эфир и немножко дать быстрый анализ происходящему и о том что возможно может произойти итак какой грядет день всего того что подписчики моего канала прекрасно знают о каких как матрица и как коды воздействуют на в общем нашу жизнь и что элита любит управлять именно этими кодами включая президента трампа который очень любит нумерологию и как вы знаете у него в компании 80808 ну и так далее опять вспоминайте мою предыдущую лекцию что восьмерка это бесконечность а бесконечность это время перемен вот так вот ассоциируется поэтому 24 вот это так называемые секунды 248 это все время перемен поэтому завтра у нас 1 20 20 21 года то есть у нас по нумерологии 44 двойки опять повторю январь 1 20 января 20 20 21 поэтому если присуммируете все эти цифры вы получите 0 2 0 2 0 2 или 8 поэтому все указывает на то что скорее всего события завтра будет развиваться будет ли в том контексте и в том ключе в котором я вам сейчас расскажу никто не знает поэтому мы понятно ставим с вами являемся наблюдателями и так начать вот я вот чего хочу декабре месяце проходила новость к в самом конце декабря в западных сми не в американских в европейских западных сми проходила новость что официально якобы кремль объявил что путин уйдет в отставку после 20 января там говорил с 20 21 значит корреспонденты начали звонить в кремль и кремль опроверг эту информацию этот так сказать вброс но вот какие события за попали произошли за последние несколько дней смотрите 18 числа опять очень интересное очень интересное число 18 числа навальный возвращается в москву его там арестовую а сегодня 19 он выставляет фильм о путине понятно фильм такого формата делался годами почти на два часа очень насыщенной информации так далее сам он это не сделал это понятно но я хочу обратить ваше внимание на именно последовательность этих событий значит он не опубликовал и въехал а въехал его арестовали и потом понятно его команда опубликовала или скорее всего фильм был закачан на серверы давно но просто поставили по графику опубликованию по брошенной в публику кто это ставил на гугл что прекрасно знает там такая опция есть для чего ему это нужно было для того чтобы еще раз система показала что как бы она может арестовать человека ни за что если бы он опубликовал и въехал тут конечно бы возможно зашевелились бы в кремле и сказали здесь возможен какой-то подвох то есть а вот так именно такая последовательное событие говорит о том что все это готовилось к 20 число поэтому передастся власть коллегиальному управлению или нет мы посмотрим загадывать бесполезно но все указывает на то что государственные структуры начиная с завтрашнего дня будут валиться по всему миру поэтому я вам хочу вот в этом ключе как бы подать информацию что не просто потому что в бровь в брошу так называемые трамповские инсайдеры и потому что нам инсайдеры что-то рассказали и вот я поэтому говорю нет мы прослеживаем все события и так обратитесь пожалуйста на экран я хочу вам сейчас после сейчас вам покажу что делается в вашингтоне 10 10 то есть в нашей столице на сегодняшний момент как вы понимаете вот это у нас был тему рядом был тимур это вашингтон здесь и это кольцевая давайте мы посмотрим что на сегодняшний на сегодняшний момент сейчас происходит в вашингтоне 10 как видите весь вашингтон заблокирован везде стоят пропускные контрольные пункты мало на всех перекрестках на всех улицах посмотрите все главные все главные магистрали проезжей части заблокированы и и стоят контрольно-пропускные пункты как бы это связано вроде бы как с инаугурации но так и такого никогда не было поэтому это очень серьезно то есть так говорят другие новостные каналы можно въехать любому не проверяют при въезде документы проверяют только при выезде что очень интересно насколько это правда или нет мы посмотрим теперь я в нашей группе и я прежде всего делаю это видео для соратников и друзей группы доктор о на кедем наши в группе было поставлено вот это видео я хочу очень с вами его посмотреть и я его прокомментирую она это калифорния и женщина говорит что такого никогда не было она не понимает что происходит давайте смотрим дальше значит я остановлюсь смотрите какие какие корабли стоят на дальнем рейде она не понимает она как бы паникует она не знает не то что паникует но ее в голосе она она в шоке опять остановлюсь смотрите какие корабли стоят я вам часа объясню что это значит смотрите сколько кораблей стоят но вот это корабль подозрительно это как бы другой видно вот это тот же самый смотрите то же самый стиль это тоже самое значит она говорит что что чувствует что эти все корабли проходят по всему она говорит до лос-анджелеса неизвестно где она или в сан-франциско или в сан-диего то есть лос-анджелес будет посредине вот здесь сан-диего здесь сан-франциско она говорит что скорее всего все эти корабли стоят в океане это называется на дальнем рейде когда очень далеко корабль бросает якорь и стоит на дальнем рейде она говорит что это практически до лос-анджелеса стоят значит что это за корабли но давайте мы досмотрим минута осталось вот здесь был близко смотрите вот значит что это за корабли по всей видимости это суета контейнеровоза кроме одного который очень сильно похож на авианосец это были все контейнеровоза значит контейнеровоза стоящие на дальнем рейде о чем это говорит это говорит о том что всех выгнали и приходящие суда суда загнали на дальний рейд между дальним рейдом и порт портами соединения нету это говорит что все корабли были выгнаны и порты были закрыты в соединенных штатах в основном понятно это шли из других стран в частности из китая Это очень важный момент. Поэтому мы понимаем, что новости нам говорят. Мы сейчас говорим об альтернативных новостях, а не о зомби-новостях типа CNN и MSN. Это говорится о том, что идет напряжение военное с Китаем. Поэтому если эти корабли, контейнеровозы пришли из Китая, то неизвестно, что внутри контейнеровозов находится. Поэтому я хочу сказать, что я знаю и веду коммуникации, веду бизнес с Китаем. За последнее время, практически последний год, начали просматриваться абсолютно все товары. Вскрывают посылки и просматривают. До сегодняшнего момента не было понятно, почему это делается. Товары очень долго начали идти. То есть идет досмотр практически всех посылок. Посылки разрезаются и вскрываются. Теперь нам становится понятно, почему это делается. Потому что в Соединенных Штатах было завезено очень много китайского оружия. Но прежде чем продолжать дальше, я хочу очень интересно вам еще указать на интересное совпадение. Был когда-то фильм. Он сейчас есть, вы можете его посмотреть. Фильм назывался, он по-английски назывался Designated Survival. То есть, по-русски называется, последний кандидат, назначенный преемник, преемник или назначенный уцелеть. Фильм этот, фильм этому, ну, несколько лет, 3-4 года, по-моему, в 2017 году он был вышел. Очень интересный фильм сам по себе. И самые события там такие, что Капитолий взорвали полностью. И уцелел один какой-то клерк, который, ну, вообще отношения никакого не имеет ни к чему. Он был, кажется, помощником какого-то там сельскохозяйственного министра, сельского хозяйства или еще чего, очень важно. Или был помощником городского развития, по-моему, даже так было. Но не в этом судил. А в том, что он вообще левый абсолютно человек, и он в Вашингтоне на заседание не приехал. И вот был взрыв в Капитолии, и все были там уничтожены. И почему-то его имя было вписано в протокол тех наследников, одних из возможных преемников президента Соединенных Штатов. Что его сильно удивляет, но не это я вам хочу сказать, хотя сам по себе очень знаковый. Потому что сейчас идет, на повестке дня, они говорят, что идет угроза военного переворота. Также были везены реактивные оружия, бомбы, гранатометы и так далее со стороны Китая. Теперь, что характерно в этом фильме. Первый срок он назначается, а вот перезбирается этот так называемый выживший преемник, как независимый кандидат. Что очень интересно. То есть, представляете, на уровень 17-го года, в 16-м году премьера первого серии состоялась 21 сентября 9-21. Да, интересно. 21 сентября 16-го года состоялась премьера этого фильма. То есть, последний кандидат. Так вот, он, разочаровавшись в системе, идет на перевыборы как независимый кандидат. Опять повторюсь, что на 16-й год о каком-то перевыборе независимого кандидата даже это не звучало в публичном поле. Хотя, независимых кандидатов всегда было много. Они постоянно баллотируются в Соединенных Штатах, но не проходят там даже с самого первого барьера. Поэтому они в принципе не рассматриваются. По-моему, никогда больше 1% никто не набирал. Но они все время были, это допустимо. Но вопрос в том, что как бы это в информационное пространство было вброшено именно вот этот сценарий развития событий. Так, что у нас стоит сейчас на повестке дня и что я хочу вас предупредить? Значит, я буду сразу читать из новостного канала, что интернет настроен на отключение не только в Соединенных Штатах. То есть, уже было проверено отключение интернета. Вот именно те моменты, когда YouTube глючил, Google глючил, а недавно, кажется, с утра он тоже YouTube очень глючил. То есть, в некоторых местах отключался интернет. То есть, пробивались моменты отключения интернета. Поэтому по ресету оборудования это не так просто взять и отключить, как вы знаете. Теперь, говорится, что в среду, 20 января, то есть завтра, в день инаугурации будет активирована система экстренного вещания, EBS, так называемая. FCC сообщила, что такое FCC, это Federal Communication Commissions. Это комиссия управления всеми вещаниями и частотами. То есть, она выдает лицензии на любое радиовещание. FCC сообщила крупным сетям, что их программы будут прерваны с 8 часов Eastern Standard Time, то есть по Нью-Йорку, завтра, в 8 часов утра, на срок до 72 часов. FCC сообщила всем крупным радиостанциям это. Если бы они не подчинились, они будут отключены на эфир всегда, то есть они потеряют лицензию. И было даже интервью одного из, так сказать, директоров, который был в шоке и типа говорил, что такого не может быть, но сказали в силу того, что военного положения. Теперь, что дальше у нас, что интересно у нас дальше будет проводиться. Так, давайте я переключусь, чтобы не мигало. Возможно, будет 10 дней тьмы. Как это понимать? Да, возможно, будет отключение интернета, электричества и всего прочего. Когда по всему миру ожидается массовые аресты более 500 тысяч человек. По системе экстренного сообщения будут вещаться ролики, транслироваться ролики ареста и судов. По соображениям безопасности людей, скорее всего, попросят оставаться дома. Посоветовали, что иметь достаточной еды, воды, батареек, ну, естественно, свечек и всего прочего предмета в первой необходимости на время так называемых 10 дней тьмы. Это готовится. Будет это или не будет, в каком виде будет, в каком этапе и как дальше. Если все будет так, как здесь, ну, это даже и неплохо. Не было горячей войны. В минувшие выходные морские пехотинцы совершили налет на штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, Вирджиния. И были захвачены там документы. Так, теперь. 18 января как бы готовился, но я не знаю, произошло или нет это. Так, готовился быть опубликованным отчет о вмешательстве китайской компартии в выборы Соединенных Штатов при действии через членов Демократической партии Соединенных Штатов. Так, теперь, что еще очень интересно. Я здесь читаю выдержки. Со вчерашнего дня я вам только показал. Капитолий США был полностью заблокирован. То есть, это новостная лента я читаю несколько дней назад. И я вам показал, что да, на сегодняшний момент, а это лайф, то есть, это трафик лайф, то есть, я вам показал конкретное состояние, как проезжать. Трамп покинул Вашингтон сегодня, во вторник, 19 января, и состоялось его беспрецедентное прощание с военными. Ну, где он их поблагодарил и тогда, и во время как округ Колумбия превратился в лагерь для задержанных. Как я вам сказал, можно заезжать любому, выезд только по паспортам, удостоверениям и при обыске. То есть, не выпускают всех. Так, очевидно, есть списки, по которым можно выехать или нельзя выехать. Десятки тысяч военнослужащих национальной гвардии в Вашингтоне проверяют удостоверенные личности людей, покидающих этот район. Так, теперь, что еще очень интересно. Да, Соединенные Штаты Китая ввез больше 60 минометов с дальностью действующих около сотен метров. Также реактивные гранаты были ввезены, в общем, серьезные военные подготовки. И да, прошла информация, что около 70 тысяч военных находятся в Канаде. И очень большая армия находится в Мексике. Но теперь вспоминаем подготовки к построению стены в Канаде. И в Мексике это была построена. Поэтому, очевидно, это все планировалось очень задолго. Опять, произойдет это или не произойдет, мы будем наблюдать, мы не знаем. Но все указывает на то, что что-то будет происходить, какие-то события. Как я вам сказал, нумерология указывает на то, что завтра ключевой день, начало этих событий. Поэтому не паникуем. Стараемся холодно это все воспринимать. Запасайтесь батарейками. Запасайтесь, как я сказал, свечками, водой, едой. Если у вас холодно, конечно, придется что-то придумать. Объединяться, заезжайте. Если у кого-то, звоните друг другу. Ставьте в нашей группе сообщения. Поэтому объединяйтесь. Если будет интернет. Если не будет интернета, тогда нам придется только, что называется, в сфере прямой видимости или через радио. Или через радиовещание. Если у вас есть приемники, я вам показывал. Приемники коротковолновые приемники. Они должны у вас быть. Также у кого-то приемники. Если есть у кого-то приемники на ваших машинах или еще где-то. Если так называемые CD, CB приемники. То есть приемники, которыми передатчики, которыми тракеры пользуются. Они тоже очень будут вам полезны. Ну что еще сказать. Вот так вот. Главное не паниковать. От нас тут уже мало что зависит. Объединяйтесь. Сообщите своим близким. Будьте готовы. Если ваши близкие где-то, например, в зоне достижимом. То есть в зоне того, что вы можете поехать их предупредить. То предупреждайте. Договоритесь о месте встречи. То есть договоритесь о том, что вам делают в случае, если. Где встречаемся, что делаем. Ну и так далее. К сожалению, сейчас у нас уже проводных телефонов практически нет. Если даже вам по проводу проходит телефон, то он где-то на столбе переключается на Fiber Optics. Он переключается на оптиковолоконные, которых есть там батареи бэкапа. Поэтому, возможно, телефоны и будут работать. Ну а так, вот это все, что я хотел сказать вам. Я считаю, что это важно вас предупредить. Делитесь с нами, со всеми и близкими. С самой последней информацией. И всего хорошего. Будьте здоровы и будьте готовы к происходящему. С вами был Игорь Негода.